В августе 1955 года было решено построить Рязанскую ВДНХ. Но участок под строительство был выбран неудачный. С высоким стоянием грунтовых вод почти каждый год это место захватывал разлив оки. В избежание потопов решили создать сеть подземных каналов, а луга на подступах к выставке засадить деревьями. Высаживали лесопарк на общественных началах. Возник он в середине 20 века по инициативе первого секретаря обкома Ларионова Алексея Николаевича. И по сути это его детище. Но не в этом уникальность, а в том, что каждое дерево именное. То есть оно посажено конкретным рязанцем. Такая всенародная стройка была. Спустя уже два месяца в октябре 1955 выставку открыли. 22 выставочных павильона. Каждый представлял определенную отрасль народного хозяйства. Сюда везли на продажу молоко, творог, прочие продукты из деревень. А в лесопарк саженцы вязов и дубов из подмосковных питомников. Луга были сплошь засажены вплоть до окида самой, до орехового озера включительно. Были засажены разными породами деревьев. Но преобладал тополь, липа, осина, береза, клёны несколько видов было. Площадь, которую охватывает лесопарк сегодня, засаживали в течение шести лет. За это время Рязанская ВДНХ оказалась нерентабельной. Закрылась и превратилась в торговый городок. Первому секретарю Рязанского обкома Алексея Ларионову сделали в Москве выговор за непрактичный проект. Количества товаров для таких больших павильонов попросту не было. А лесопарк столичные чиновники упустили из виду. Он и не стоил государству ни копейки. Но когда деревья подросли и укрепили своими корнями почву, окские разливы практически перестали доходить до торгового городка. Но этот факт никто не оценил. Почистить русло, благоустроить получится. Может быть даже парковую среду создать реально. То есть из лесопарка превратить его в полноценный городской парк. И назвать его, кстати, Ларионовским. Потому что в этом году, в августе, исполняется 110 лет со дня рождения этого удивительного человека, который поднял Рязань, если хотите, на своих плечах. Как и сегодня, не ценят сами горожане лесное сокровище. Любимое место для прогулок и отдыха. Занятия спортом, катание на велосипеде и роликах. Сейчас больше похоже на свалку. В любое время года здесь можно увидеть спортсменов на пробежке или играющих детей. Но растаявший снег оголил больное место парка. Памятник природы заварен мусором. Всякие бутылки и мусора полно. Слишком много. Хотелось бы, чтобы больше было природы, насаждений всяких. Смотрите, видите, от домов сколько. Ну как, почему? Надо, чтобы убирали. А кто должен убирать? Ну как это? Город? Грязно. Грязно. Надо убираться. Новый губернатор может примет какой-нибудь у нас этот шаг к уборке мусора из города. Даже хорошая погода и чистый воздух сегодня не радуют тех, кто гуляет в городском лесопарке. Из разных районов города люди приезжают сюда подышать воздухом. Не случайно называют этот лес легкими города. Два с половиной километра у нас до Орехового озера. И назад два с половиной. Как раз, чтобы быть здоровым человеком, надо совершать в день пять тысяч шагов. Вот эти пять тысяч шагов предоставляют нам лесопарк с хорошим воздухом. Но сегодня лесопарк нуждается в реанимации. Правда, в администрацию уборку здесь планируют только через месяц. Просто-напросто закрепить за каждым предприятием советского района какой-то кусок лесопарка. У нас, например, ГУ есть, две тысячи человек учатся там. Приборный залог в советском районе. Они уберут это все за полчаса, если выйдут все вместе. И будет какое-то единение, какое-то общее дело. Собирать бумажки, заставлять городские власти – это смешно. Они должны решать более серьезные проблемы. Это благоустройство, освещение, санитарные уходы и так далее. Жители областного центра превратили зеленую зону в настоящую свалку. Бутылки, пластиковая посуда почти на каждом шагу. Собрать мусор и отнести до ближайших мусорных контейнеров, как оказалось, для многих задача непосильная. Да и они сейчас переполнены. А пока лесопарку остается только ждать уборки. И когда здесь, наконец, заработает правило – чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.